доброе утро наступило время обещанного сегодняшнего прямого эфира всех приветствую сети всем хорошего дня и плодотворной недели сегодня понедельник доброе утро присоединяйтесь с вами я Инесса Котельник психолог психотерапевт тренер и фасилитатор международных проектов и основатель школы психологии лидер наш прямой эфир сегодня будет длиться где-то минут 40 и посвящен он теме как сохранить себя в отношениях доброе утро доброе присоединяйтесь кто присоединяется к нам пожалуйста мои книги насколько вам актуально для вас интересна тема как сохранить себя в отношениях доброе доброе утро девочки потихонечку присоединяются напоминаю я Инесса Котельник психолог психотерапевт практикую уже больше 20 лет в моем арсенале есть много клиентских интересных историй которыми я иногда делюсь и сегодняшняя тема она собственно созрела после того как мне клиентки задавали вопросы и тема как сохранить себя в отношениях она объединяет себе много вот тем которых мы сегодня коснемся некоторых из них мы сегодня коснемся какие-то останутся для личной проработки доброе утро итак тема как сохранить себя в отношениях я не так давно в своих умозаключениях терапевтических пришла к выводу о том что все девочки постсоветского пространства независимо от возраста даже молодое поколение которое сегодня уже наверное где-то в районе 15-16 лет все равно сказывается опыт мамы бабушек поскольку все мы походим из своей семьи и девочки считывая сценарий мамы бабушек то сколько мамы и бабушки были воспитаны на советской классике так называемых на произведениях советской классики то вот те самые тенденции развития отношений простроение отношений взаимодействия в паре они все равно и до сегодняшнего дня еще сказываются на тех качествах отношений на тех способах реакции на тех ожиданиях которые девочка ожидает от отношений собственно говоря от себя так вот в своих умозаключениях я пришла к тому что качество литературы на которой мы выросли я в том числе естественно предлагала нам реакцию невротическую зачастую психотическую потому что если мы вспомним с вами абсолютно все великие произведения это будет некрасов это будет тургенев это будет толстой это будет кто угодно из великих российских и даже украинских если возьмем писателей то там везде трагедия везде трагедия реакция с надрывом истерический невроз если уж говорить профессиональным языком и это та литература которая не предполагает в отношениях здоровой реакции здорового способа договариваться качественных отношений ответственности за отношения с обеих сторон то есть такая картина когда закладывается в сценарии в подсознание молодых девушек а поскольку мы учили все эти произведения в школьной программе и писали сочинения разбирали то все это вкладывалось нам в голову как некоторый тип реакции тип взаимодействия как пример для подражания и тому подобное поэтому почти все девочки постсоветского пространства ожидают от своих мужчин такие же реакции такого же отношения какие мы считывали в этих произведениях собственно говоря а как я уже говорила выше то в принципе там не было про красивые длительные отношения там были про короткие романы про ахи охи вздохи про страдания этой самой девушки про то как он ее бросил она его любит про то как она занимается самобичеванием пишет письма и убивается в поисках этой самой взаимной любви и это конечно же печалька потому что тогда в голову не закладывается здоровый сценарий то девочки просто а не откуда взять такую возможность научиться взаимодействовать по другому и как раз все эти произведения несут нам вот растворение в партнере размытие собственных границ потери своего собственного я и это большая трагедия это большая проблема потому что девочки вырастая на такой литературе а потом еще считывая или изначально считывая сценарии отношений из семьи то есть от мамы от бабушки от ближайших взрослых каких-то может быть сестер крестных мам и так далее просто не получают в своей жизни каких-либо других позитивных моментов из которых они могут черпать те самые здоровые отношения в которых девочка умеет быть счастливой в которых она понимает что она достойна этого самого счастья и знает собственно говоря как это выстраивать в своих собственных отношениях когда я готовилась к прямому эфиру я написала ряд вопросов которые мне задавали клиентки на индивидуальной работе которые мы прорабатываем с клиентками в тренинговых программах и сегодня мне бы хотелось на эти вопросы ответить часть из этих вопросов будут присланы нашими моими подписчиками на инстаграме и в фейсбуке и они все про жизнь они все про вас они все про те самые отношения которых мы с мамой сегодня говорим будем говорить и говорим всегда собственно говоря потому что наша жизнь состоит из коммуникации она состоит из отношений и это самое важное на мой взгляд что существует в жизни потому что придя в этот мир ребеночек когда еще маленький то он ну как бы рождается и живет какой-то время на инстинктах а потом он потихонечку социализируется и его семья, родители, ближайшее окружение начинают воспитывать и закладывать и самосоциальные программы и на этих социальных программах ребеночек вырастает до определенного времени и если вырастает здоровая личность то где-то в возрасте ну старше 18 лет, 20, 25 лет хороший период для того чтобы пересмотреть те самые программы установочные которые человек получил и поменять на свои программы что-то оставить в прошлом потому что родители дали все что могли и старались это делать как лучше но их программы, их привычки их нормы поведения могут больше просто не работать в жизни молодого человека или девушки здесь важно взять на себя ответственность за свою собственную жизнь и поменять те самые установки программы на те, которые вам на сегодняшний день подходят если девушке не подходит программа вечного страдания например, если она видела такое в своей семье от своей мамы то она спокойно может поменять эти программы с помощью специалиста и поставить себе цель быть счастливой и не растворяться в партнере как сохранить себя в отношениях как не растворяться в партнере на самом деле это очень просто чтобы себя сохранить в отношениях нужно узнать и иногда найти себя так часто бывает, что вырастают люди не с непростроенными границами личности люди готовы отдавать себя для других заботиться о других делать какие-то покупки дарить подарки ходить в аптеку помогать по дому помогать по хозяйству не знаю, помогать делать уроки если это сестры-братья и совершенно эти люди не находят времени для себя вырастая в такой привычной картине мира конечно же, когда девушка попадает в отношения с молодым человеком она этот сценарий это способ взаимодействия приносит его отношения тоже и таким образом она будет терять себя она даст ему модель когда я не важна я не нужна на меня можно не обращать внимание я ничего не стою и даже если молодой человек с самого начала не имел ничего пагубного в голове и их отношения были могли складываться по-другому у него был в голове другой сценарий потому что, например он пришел в эти отношения из другой семьи и он видел, как это можно делать по-другому то девушка потихоньку 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 пристраивает эту модель и часто из большой любви молодой человек просто не хочет спорить со своей девушкой и идет у нее по ее сценарию по наитию пристраиваться к ней и в конце концов они приходят к тому, что у нее появляются ощущения неважности ненужности потерянности и ее потребности привычным образом перестают удовлетворяться в этой паре потому что у нее нет привычки удовлетворяться и потребности тогда накатывается невротически тот самый ком когда про обиды про гнев про какие-то печальные ситуации появляются в их сценариях в их паре в их отношениях ну например у меня есть клиентка с которым мы работаем уже несколько лет в их отношениях достаточно такой сложный вложен стереотип этих отношений им сложно находиться вместе они очень часто конфликтуют очень часто ссорятся она на него обижается потом они кричат потом они бурно разговаривают громко на повышенных тонах иногда в сторону друг друга летят какие-то предметы ну не знаю детские игрушки вазы подушки что-то такое пока-пока легкий вариант легкая артиллерия вот потом какое-то время люди не разговаривают потом они мирятся какое-то какое-то время у них тишь да гладь да божья благодать а потом они потихонечку начинают все сначала и это длится ну вот достаточно длительный период времени и обратились собственно говоря они ко мне чтобы я помогла им наладить отношения потому что это самая историческая ситуация когда они вместе не могут долго находиться им сложно и порознь тоже им тяжело потому что как они говорят что они любят друг друга я бы здесь уже говорила конечно же о зависимых отношениях о том что людям сложно находиться вместе потому что они не слышат и не уважают потребности друг друга и конечно мы здесь разбираемся кто из партнеров собственно говоря понимает что такое потребность что такое границы личности что такое уважение границам личности как это делать ну и так далее и тому подобное то есть такая достаточно нетривиальная но очень сложная ситуация для пространения здоровых отношений для того чтобы сохранить себя в отношениях и для того чтобы найти себя в этих отношениях нужно необходимо задать себе ну как минимум несколько вопросов да что я хочу от этих отношений кто я в этих отношениях я ведущая или я ну подчиняющаяся да как бы второе лицо кто кто либо мы партнерские отношения строим и тогда мы равны и распределяем все поровну и обязанностей и доход который приносим семью что я готова принести в эти отношения что я жду от мужчины в этих отношениях к чему я стремлюсь в этих отношениях чем например от чего я готова отказаться и тогда взамен на что да что это должен быть за мужчина что я хочу от него получить и взамен на то что я от чего я точно от каких притязаний я готова отказаться военачивая какой я при этом бонус получу и девчонки важно понимать я сейчас не скажу ничего нового что в природе если мы посмотрим с вами на живую природу то в природе самец ходит за самочкой человек как мы понимаем какой то своей части это биологическое существо вообще существует внутри как бы ипостаси в которых развивается человек три стороны жизни человеческая это духовное социальное и биологическое так вот с точки зрения биологическое человек такое же существо как любой представитель природного мира и здесь мы с вами можем только посмотреть по сторонам и понять что таки да и в природе человеческой так уложено было изначально что самец ходит за самочкой и самочка хочет быть привлекательной собственно девчонки отсюда наш сами и макияж и прихорашивание всякое такое вот поэтому с этой точки зрения важно понимать что когда перекраивается энергетика когда перекраивается природа вот биологического этого природного мира то когда включаются уже какие-то социальные сугубо человеческие аспекты ну например в паре так исторически сложилось что девушка есть ведущий она больше зарабатывает у нее больше мужской энергии опять же про энергии да в психике мужчины и женщины есть два вида энергии мужская и женская в зависимости от того кто и как из них используют качество этой энергии вот такой человек и есть такие черты его характера такой способ взаимодействия его с миром да это инь-янь это гармония это большая мягкость обтекаемость липкость если хотите иногда либо активность целеустремленность иногда даже агрессия агрессия это не всегда негативное качество характера вот агрессия может быть направлена на созидание на достижение и в этом смысле это хорошее качество вот поэтому с точки зрения если в паре ведущей является женщина то она конечно же преобладающим образом использует качество энергии мужской инская янская простите так называемая это та самая как я уже говорила немножечко выше целеустремленность это те самые менеджерские компетенции это самое качество лидера и тогда автоматически в паре таким образом выстроятся отношения что мужчина будет ну как бы вторым то есть он будет помягче он будет поспокойнее он будет по покладисте если хотите это не хорошо не плохо если двум людям в паре в таких категориях отношений комфортно то вот замечательно в современном мире многие вещи не такими однозначными кажутся и в такой паре у девушки точно не будет возможности раствориться в своем партнере потому что она ведущая а он как бы поддающий да но это не значит что он не будет ей уважаем это значит что просто те функции которые исторически опять же в ментальности нашей постсоветского пространства в патриархальных устоях семейных так было принято да что мужчина добытчик мужчина притягивает того самого мамонта мужчина обеспечивает безопасность а женщина охранительница очага рожательница и воспитательница детей уют комфорт это все как бы женская ипостась существуют другие другие законы существуют другие принципы построения семейных отношений в других странах если мы вспомним тех самых амазонок на которые похожа наша женщина о которой мы говорили которая самостоятельная активная то они вполне замечательно справлялись сами у них все получалось они не нуждались ни в чем мужской помощи потому что достаточно большое количество этой самой яинской мужской энергии они умели пользоваться и эти девушки были далеки от булгаковских от тургеневских барышень они были совершенно кардинально противоположностью этим барышням и вели активный самостоятельный иногда дерзкий образ жизни но это им не мешало чувствовать себя победительницами чувствовать себя комфортно и так далее и тому подобное поэтому в современном мире мы спокойно можем увидеть что если мама есть карьера если мама точно знает чем ей заниматься и у нее нет возможности у семьи собственно говоря нет возможности чтобы мама позволила себе сидеть в декрите 3-5 лет то совершенно спокойно эту роль эту функцию на себя может взять папа и папа тогда сидит дома с ребеночком занимается воспитанием ребенка потому что отец он такой же отец как и мама только у папы природным образом нет возможности родить ребеночка сегодня все таки современная медицина хоть и пошла очень далеко но пока природная функция рожать детей она так и остается за женщин это точно как за чат ребеночка можно с помощью мужчины есть конечно лабораторный способ но мы говорим о классике сейчас вот поэтому женщина рожает а кто из них будет воспитывать и кто сидит в декрите это уже как семья для себя они договорятся как найдут оптимальный вариант какой из оптимальных вариантов для них будет самый выгодный на сегодняшний момент это не хорошо не плохо это просто реальность современной жизни есть странные тот же Израиль где женщина даже если она сидит с ребеночком то точно это не 3 не 5 лет да это несколько месяцев потом женщина сдает ребеночка в детский сад ясельки вернее или нанимают нянечку и мама совершенно спокойно может идти работать и государство не обеспечивает длительные декретные отпуска и это просто другая история это просто другие принципы в этой стране существуют другие законы и каждая семья свои проблемы решает по-своему это конечно же и про ответственность родительскую ну и про ответственность родителей за свою жизнь потому что когда женщина выпадает из социальной жизни на 3-5 лет находясь в декрете воспитывая ребенка понятно что границы у этой женщины размываются очень сильно и очень сильно страдает ее социальное я потому что когда женщина рожает ребеночка до 3-х лет в принципе ребеночек находится в материнском поле так считается по классике в материнском поле мамы когда мама уходит далеко то ребенок тревожится он плачет он конючит он понимает что ему некомфортно тогда замещающие фигуры матери говорят так психологи ну то есть тем человеком который чаще и больше находится с ребенком является отец там идет небольшое смещение но тем не менее тогда я уже говорила замещающая фигура то есть функцию мамы на себя берет отец там по энергетике не так все просто как с мамой потому что они были в поле в едином 9 месяцев и потом ребеночек остается в мамином поле до 3-х лет пока у ребеночка не появится свое собственное я когда он начинает осознавать себя отделяется от мамы это первая сепарация социальная происходит когда отец воспитывает ребенка там немножко по-другому но тем не менее более близкие отношения у ребенка будут строиться с папой более доверительные отношения с папой и тем самым самым близким и необходимым человеком для того чтобы ребенок себя чувствовал комфортно будет папа чаще и больше часов сутки мама когда приходит домой с работы она тоже должна понимать что ребенок за ней соскучится страдает как если в обратной классической ситуации папа и уделять какое-то время ребеночку то самое время которое ему позволено то есть целый день мама занималась какими-то важными делами когда она приходит домой и важно осознавать то что я должна уделить время ребенку потому что это тоже про границы границы и как не раствориться в семье в бизнесе в ребенке в мужчине как сохранить себя в отношениях ведь мы можем говорить не только про отношения с мужчинами мы можем говорить и про отношения с родителями про отношения с детьми про отношения с начальником например потому что очень часто Начальники любят манипулировать своими сотрудниками, они задают задания, которые переходят границы дозволенного, если хотите, дозволенного в том контексте, что человек должен сидеть после рабочих часов, брать дополнительные часы, причем бесплатно, потому что многие руководители обучаются таким образом разговаривать с сотрудниками, чтобы можно на чувстве вины сотрудника вызывать чувство вины. На этом чувстве вины можно кататься и заставлять, вынуждать, принуждать таким образом манипулятивным образом человека сверх часы отрабатывать совершенно бесплатно. Сохранить себя в отношениях, в любых отношениях, это значит остаться целостным, это значит осознавать свои потребности и удовлетворять свои потребности. Что значит осознавать свои потребности? Ну, например, вы идете по улице, вам жарко, и вы понимаете в какой-то момент, что вы хотите пить. У вас жажда, вам хорошо, потому что жара. Это и есть на самом деле самое простое осознавание потребности. И тогда организм ваш так устроен, психика так устроена, что глядя по сторонам, вы будете искать то место, то кафе, тот магазин, где вы можете купить непосредственно тот вид напитка, который вам хочется сейчас. Либо это просто вода, либо это определенный вид сока, либо это определенный вид воды, например, кто-то не любит в пластике, кто-то любит в бутылке. Ваша поисковая реакция вашего организма будет направлена на то, чтобы вы искали непосредственно ту воду, которую вам хочется, либо тот сок, либо тот коктейль, которым вам хочется утолить жажду. Если это потребность, например, вы идете по пустынному пляжу или просто по пустыне 2-3 часа и изнаваете от жары, то понятно, ни о каких соках и коктейлях речь уже не идет. Вам хочется обыкновенной воды, причем эта вода уже может быть разного качества, не самого лучшего, не обязательно самого лучшего. Потому что в организме срабатывает уже такой звоночек, что срочно нужно попить воды, иначе может быть плохо, то есть наступает образа жизни. Здесь уровень потребностей меняется, потому что уже включаются рефлексы и инстинкты на самосохранение. И это автоматические вещи, которые независимо от нашего сознания срабатывают этот самый гомеостаз, который регулирует нашу с вами возможность быть и оставаться здоровыми. И гомеостаз нас с вами поддерживает и в психическом плане. И поэтому возникает вопрос, а как же сохранить себя в отношениях? Потому что здоровый организм понимает, что мне некомфортно, когда я размываюсь, мне некомфортно, когда я удовлетворяю не свои потребности, а потребности, например, своего мужа или своего парня. А сама остаюсь с неудовлетворенными потребностями. Мне постоянно чего-то не хватает, мне постоянно чего-то не срабатывает, чтобы я в этих отношениях получала удовольствие. И стоит задуматься, осознаю ли я свои потребности, понимаю ли я вообще, что такое потребности. Научилась ли я за свои, не знаю, сколько вам лет, 20, 25, 35, 45, неважно. Но научилась ли я до своего возраста вообще понимать, чего я хочу в жизни и двигаюсь ли я к тому, чтобы удовлетворить свои собственные цели, удовлетворить свои собственные потребности. И получается ли это у меня, и могу ли я говорить своим близким, своим родным, людям, которые рядом со мной находятся, о своих потребностях. То есть, а, нужно осознавать, б, нужно научиться удовлетворять и ц, нужно научиться об этом говорить. Девочки, мы очень часто обижаемся на своих партнёров, что они не предугадывают наше желание. Я вам честно скажу, что вот я давно уже, уже несколько лет, много лет, да, пять лет живу в Польше, и по-другому здесь воспринимается. Вот наши капризы выращены на тех самых классических вариантах литературы, о которых мы говорили в начале нашего прямого эфира. То они здесь трактуются по-другому. Мужчины западные не очень понимают такой стиль поведения, потому что европейские женщины, они более конкретные, более сухие. У них таки, да, используется более мужской энергии в характере, во взаимодействии. И это принимается как норма, не воспринимается как что-то понятное, когда девушка говорит, да нет, не знаю. Такая триада, которая принята, в принципе, в нашем по-советском, да, славянском таком пространстве, в коммуникации, в общении, то это действительно ведь на самом деле сложно понять, что ты хочешь сейчас сказать, что ты хочешь сейчас получить. То есть, если ты хочешь получить цветы, и твой муж или твой мужчина не очень галантный, он сам может про это не додуматься, ну, то просто надо сказать, что мне бы хотелось, чтобы ты мне подарил цветы, потому что, ну, уже давно как-то этого не было, да, или мне бы хотелось, чтобы ты подарил мне кольцо, потому что, ну, вот просто мне хочется кольцо. И тогда вы с ним обсуждаете, иногда и так бывает, хватает ли вашего бюджета на то, чтобы сейчас можно было сделать такой подарок. Либо у вас с финансами все в порядке, и просто ваш молодой человек может встать и пойти вам совершенно спокойно купить это самое кольцо, которое вам хочется. Таким образом, когда вы осознаете свои потребности, очень важно, чтобы вы на понятном для партнера языке доносили до него то, чего на самом деле вы хотите. Иногда это нужно аргументировать, иногда нет. И если это нормальные человеческие отношения, когда вы в паре слышите друг друга, то хорошо, и ваш молодой человек вас услышит, и вы его услышите. Да, если он вам тоже проговорит какую-то свою потребность, например, что на следующих выходных мы едем к морю, да, подкорректируй, пожалуйста, свои планы. Либо на следующих выходных мы едем к гору, либо на следующих выходных я иду с друзьями, не знаю, там, например, на какой-то спортивный конкурс, фестиваль, на поиграть в футбол. То, ну вот оно, он осознает свои потребности, он вам их озвучивает, и ваша задача не истерить, не впадать в панику, как же так, он меня не любит, а как же я, и бла-бла-бла. Просто стоит услышать и понять, что мужчина имеет свои потребности, он об этом говорит, и вам важно это услышать и принять, либо поговорить, если у вас были другие планы, вы планировали раньше что-то, и он об этом забыл, стоит просто об этом напомнить. То есть с точки зрения взрослого эго-состояния, как вы помните, может быть, кто-то читал, может быть, кто-то сталкивался с этим в разборе со специалистами, есть три эго-состояния с точки зрения транзактного анализа, это психоанализа Рика Бёрна, да, родитель, взрослый и ребёнок. То есть это внутренние составляющие каждого человека, они меняются у нас за сутки миллионное количество раз, независимо от нашего осознавания, эти субличности наши внутренние, они постоянно переключаются между собой. Вот, и находясь в эго-состоянии взрослого, только из такой позиции мы можем принимать взрослые взвешенные решения. Понятно, что истерики идут из эго-состояния ребёнка, а контроль, функция контроля, функция подавления, функция неприятия идёт из эго-состояния родителя. Не путать это с ролью реального родителя, да. Так вот, эго-состояние взрослого, оно самое продуктивное, и когда мы хотим договориться, нам нужно всегда находиться в эго-состоянии взрослого. Тогда мы принимаем свою реальность, тогда мы принимаем и слышим реальность партнёра, и мы можем разговаривать и договариваться. Точки зрения у нас на какие-то одни и те же вещи могут быть абсолютно разные. И мы можем договориться, можем не договориться, можем прийти к общему знаменателю, а можем просто сказать стоп и на этой ноте перестать обсуждать тему, в которой у нас вообще разные точки зрения, вообще ничего не сходится. Нам не обязательно ссориться при этом, нам не обязательно выяснять отношения до истерии. Потому что если мы говорим про не раствориться, да, как не терять себя в отношениях, то вы имеете право на свою точку зрения, ваш партнёр имеет право на свою точку зрения. Когда подрастают детки, даже маленькие детки, они тоже имеют право на свою точку зрения. Это не значит, что она хуже или лучше, она просто другая. Вы можете об этом говорить, а можете обсуждать, а можете сказать, послушаю, но я тебя слышу, да, но твоя точка зрения мне вообще непонятна, давай закроем эту тему. Вот, и разговаривать про что-то дальше, и здесь очень важно поймать себя на том, чтобы не почувствовать обиду. Потому что когда мы чувствуем обиду, а человек ничего не сделал такого, чтобы нас обидеть, то это обида уже невротическая. Это откуда-то принесённые программы, откуда-то принесённые такие способы взаимодействия. Скорее всего, это мама ваша так делала, да, часто обижалась, как я уже писала в своих постах. Наши мамы и бабушки не очень часто в своих способах взаимодействия применяют такие формы, как обида. Обида – это очень хороший способ прервать здоровый контакт. Это способ показать другому, что ты плохой. Ты плохой, ты меня не понимаешь. Хорошо, но, как я говорила выше, вместо того, чтобы поговорить с точки зрения эго-состояния взрослой-взрослой, сесть и выяснить, да, а что же произошло. То невротическая личность, она гордо встряхивает головой и уходит в сторону. Иногда хлопнует дверью, иногда там, не знаю, зацепит что-то по пути. Просто демонстрируя своему партнёру, что вот такой ты, да, вот такой ты нехороший, вот такой ты плохой, вот такой ты негодяй, ты не понимаешь меня. То есть это такие непрямые послания, да, когда вы упрекаете своего человека в невесте в чём. То есть он ничего такого не делал, а вы придумали целую кучу, почему он сейчас поступил плохо. И, конечно же, такой тип реакции не усиливает ваше отношение, не улучшает ваше отношение. Ещё, чтобы сохранить себя в отношениях или как не раствориться в партнёре, да, важно понимать, что, опять же, мы вышли из устоев патриархального общества. Тот социальный тип взаимодействия, навязанный нам, да, вот когда ещё был союз сверху, когда есть большой родители, все остальные дети, которые должны, тем более, раньше было беспрекословно подчиняться. Он предполагает, что женщина, она вторая, она поддающая, она важное звено, да, но, тем не менее, сидит тихо где-нибудь там на кухне, воспитывает детей и особо не лезет в какие-то управляющие органы власти, что-то ещё, что-то ещё. Сейчас мир очень меняется, сейчас очень сильно много говорят и трактуют, что должно быть гендерное равенство. И с этой точки зрения нет различия между мужчиной и женщиной. Женщина так точно может руководить фирмой, строить бизнес, ездить на машине, летать на самолёте. И, в общем, с точки зрения энергетики, как я уже говорила, в психике мужчины и женщины есть и мужская, и женская энергетики. И в зависимости от того, как мы используем качество этой энергетики, такой личностью мы сегодня и будем, да, и в зависимости от того, что мы хотим, какие задачи, какие цели мы ставим, в зависимости от этого мы можем распределять количество энергии, и мужской, и женской в своей жизни. С этой точки зрения, я уже говорила, тоже повторюсь, что на семью даётся определённое количество энергии. И если женщина более резкая, более дерзкая, более активная, то мужчина будет более податливый, более спокойный, более уравновешенный. Это не хорошо, не плохо, это просто закон сохранения энергии, мы здесь никуда от него не денемся. На пару, на семью Вселенная выделяет определённое количество энергии, и это количество энергии в паре распределяется таким образом, чтобы отношения можно построить было гармонично. В зависимости от того, какая у вас ситуация жизненная, чем вы сейчас занимаетесь, к чему вы стремитесь, куда вы идёте, то это количество энергии, вы этим количеством энергии пользуетесь. Просто помните в этом, да, что отсюда было, здесь прибыло, ничего никуда не девается, и ничего никуда, ниоткуда не берётся. Всё, вот закон сохранения энергии работает. В ведической психологии, в принципе, в ведическом обществе есть такое понятие, как служить друг другу. Я бы вот здесь очень хорошо, очень сильно вас попросила, чтобы не путали понятие служить и прислуживать, потому что выше, мы говорили о патриархальном обществе, там больше принято, чтобы женщина прислуживала. А в ведической культуре есть такое понятие, как служить, это когда с удовольствием делали для своего партнёра какие-то вещи и от души, от большого сердца. Это может начинаться от приготовления еды и заканчиваться мытьём ног или массажем ног своему партнёру. И это такие вещи, когда ты заботишься о человеке, и это делаешь не потому, что ты преклоняешься с точки зрения «он выше, а я ниже», да, «он мой господин, а я его слуга», а с точки зрения служения на уровне духа. Я хочу тебе сделать так, чтобы тебе было хорошо, но при этом я хочу, чтобы и мне было хорошо в наших отношениях. И тогда это такой ченч, когда я служу своему супругу, супруг служит мне, мы в духе чувствуем свою гармонию. Не только на уровне физического тела, а и на уровне духа. Здесь идёт уже такой обмен энергиями, когда и в сексе люди достигают высокой степени оргазма, когда у них всё получается настолько гармонично и классно, что на уровне духа они достаточно близки. Да, это бывает не сразу, да, это приходит с годами, но тем не менее это уже такой высший пилотаж в отношениях, когда люди научились и понимают прослужение друг другу. Это и про ответственность, это и про уважение, и про границы и так далее, и тому подобное. Если мы вернёмся к обычным социальным вещам, и можем говорить о том, что в наших постсоветских семьях не очень принято, чтобы либо мужчина, либо женщина ездили на отдых, например, в одиночестве, да, то есть без семьи. Опять же, ничего плохого в этом нет. Если вы устали, если вы много работали, и вы чувствуете, что вам нужно переключиться и отдохнуть, нужно просто озвучить это своей семье, что, знаете, ребят, я так устала, что мне точно надо переключиться и побыть одной, например. И вы можете уехать на несколько дней в своём городе в какой-то санаторий, либо просто снять гостиницу, либо выехать где-то на дачу, либо купить себе тур или просто купить билет и вылететь куда-то, не знаю, в Европу, к морю, вот куда вам хочется, два-три дня переключиться, отдохнуть, порелаксировать. Вы вернётесь обновлённо, вы вернётесь с целостными границами. И по прилёту, по приезду вы не будете кусать своих близких, потому что у вас внутри, внутри вас установится гармония. И таким образом вы даёте возможность насладиться жизнью себе самой и насладиться отношениями, когда вы вернётесь обновлённой, перезагруженной и с новой чистой, красивой энергией. И вы сможете заряжать своих близких любовью и радостью. И они за это вам будут благодарны. Но при этом тоже важно помнить, что ваш партнёр так же точно может устать и сказать, что, дорогая, я хочу поехать к морю, я хочу побыть два-три дня один. И здесь вот про то самое осужение и уважение границ вашего партнёра. Важно понимать, что у меня есть такая возможность, но и у него должна быть такая возможность. И в этом смысле мы с точки зрения взрослых-взрослых садимся и договариваемся, да, опять же, про бюджет, про возможности, ну и так далее, и так далее. Ну что ж, девчонки. На все вопросы, которые у меня были в шот-листе, я ответила потихонечку, вплюдая их в свою речь, да, в свой разговор для вас. Наше сегодняшнее время потихонечку подходит к концу. С вами была я, Инесса Котельник, психолог, психотерапевт, тренер и учредитель школы психологии «Лидер». Хорошего всем дня, продуктивной всем недели и до встречи. Пока!